Друзья, запрос такой, из чего я беру кальций? Я не буду вам рассказывать, что нужно выпить литр молока, чтобы взять 1 грамм кальций. Это то, что нужно ежедневно организму, для того, чтобы не терять кости, зубы и так далее. Что нужно съесть 1 грамм творога. Нет. Давайте я пройдусь по продуктам NSP и расскажу, откуда я беру кальций, как я их чередую. Смотрите, в основном у меня кальций магнихилат. Это я просто живу в Европе, и здесь он называется кальций плюс витамин D. Это кальций магний хилат. Здесь кальция 250 мг, хилатной формы кальция, в одной таблеточке. Соответственно, мне нужен грамм, значит, 2 утречка, у меня и 2 вечером. Как раз 1 грамм получается. Весь грамм не всосется. Сосется примерно 60% от этого количества. Что-то доберу из обычных продуктов питания. Прекрасно. Почему здесь в составе еще и магний? Потому что кальций всасывается хорошо, если кальция вот столько, а магния ровно в половинку меньше. Соответственно, здесь в составе есть магний. Почему здесь фосфор в составе? Потому что кальций всосется только в том случае, если кальций, допустим, 1 единица, а фосфора 1,8 единиц вот на это количество. Почему здесь витамин D? Потому что без витамина D кальций вообще не всесется. Этим витамином D вы суточную потребность не покроете. Не покроете. Поэтому, если у вас дефицит, то нужно будет использовать дополнительный витамин D. Тоже производство NSP. Он шикарный, он высококачественный. Потому что этот витамин D производится из ланолина. Не просто обычного ланолина, а ланолина тех овечек, которые росли в Новой Зеландии. Я это специально выяснила, чтобы понять вообще качество сырья. Это по витамину D было. А я по кальцию. Хорошо. По 2-2 раза съели в баночку. Можно продолжать с этим кальцием, магния, эхилатом. Можно воспользоваться другой. Остая плюс. Остая плюс. Остая плюс – это вообще-то витаминный комплекс. Здесь содержится огромное количество витаминов. Прочитаю. Если вы увидите когда-нибудь, у меня есть такая лекция, что нужно себе дать, чтобы всосался кальций. Вы увидите, что все это нужно для того, чтобы всосался кальций. То есть кальций, магния, эхилат – минимум. Я к нему рекомендую, на самом деле, еще суперкомплекс добавлять. Просто витаминный продукт. А остая плюс сам по себе самодостаточный. Но в одну таблетку все не всунешь. Поэтому здесь самого кальция немножечко меньше – 150 мг. Здесь 250, а здесь 150. Но все равно даем по 2-2 раза. Получается 300 плюс 300 – 600 даем. И что-то возьмем из обычных продуктов питания. Здесь интересны еще другие ингредиенты. И хвощ полевой, как источник органического кремния здесь. И концентрат папайи. Потому что вот я остеоплюс даю деткам, а также пожилым людям, у которых уже все плохо с пищеварением. То есть, ну, в связи, концентрат папайи – это еще и протеолический фермент, который вам поможет расщепить белки. Прекрасно, прекрасно. И петрушка противоотечная. И концентрат ананасового сока. Это опять-таки тот же самый бромелайн. Тоже протеолический фермент. И экстракт солодки и так далее. Возьмите, почитайте, друзья. Где взять, почитать? Вдруг вы случайно увидели это мое видео. Вот. И не знаете вообще, на каком птичьем языке говорю. Какой остеоплюс, какой кальциемагнихилат. Под этим видео есть ссылочка «Зарегистрироваться в интернет-магазине NSP». Вы на нее кликаете, и вам открывается список стран. Выбирайте свою страну. Читайте сначала алгоритм регистрации. Прочитали, запомнили. Потом кликайте по ссылочке для своей страны и регистрируйтесь. На следующий день смотрите на почту. И вам на почту придет письмо, в котором есть ссылка на ваш интернет-магазин. Вы туда заходите и читаете все, что вас интересует. И также в этом письме будет ссылочка на чат. Это разговор со мной. Потому что я могу вам помочь разобраться на первых порах, пока вы так еще недостаточно уверенно плаваете в этом большом ассортименте. Это называется чат NSP-вопросы. Вопросы и ответы. Я отвечаю в этом чате. Дальше идем по кальциям. Но есть кальций, еще более интересный в плане биодоступности. Давайте я вам линейку по биодоступности пропишу. Например, в аптеках продается кальцийокарбонат. Это, например, кальций Д3-никамет. Кальций Д3-никамет, кальцийокарбонат, мел, ракушки, если их истолочь, скорлупа яичная, если истолочь. Вот это все кальцийокарбонат. Оно, конечно, наверное, всасывается. Но от 3 до 5%. Вы дали грамм, а всосется 30-50 миллиграмм всего лишь. Это ни о чем. Таким образом вы не победите остеопороз, понимаете? И не профилактируйте его. Вам нужно внутрь, во внутренней среде дать грамм каждый день. Соответственно, вот я и настаиваю на хилатных формах кальция. Хилаты. Что такое хилаты? Это кальций в окружении органической молекулы. Это может быть органическая кислота. Ну вот в данном случае какая-то органическая кислота. Сейчас кальций. Хилат, видимо, аминокислотный. Тут еще цитрат. Это органическая кислота. Лимонная. Бывают молаты еще и так далее. И эта конструкция, она тропна в костной ткани. Она хочет прийти в костную ткань. Но есть еще коллоидные формы. Секундочку. А коллоидная форма, коллоидная форма, это бонси, например. Бонси это несколько трав, подорожник, рихмания, коровяк, листья, древина, земная часть. Вот они по природе умеют накапливать что? И кальций, и кремний. Поэтому вот эта вот формула бонси. Я не могу сказать, сколько там кальция. В каждой капсулке. Но это продукт кальция. И когда вы используете бонси, вы тоже делаете профилактику остеопороза. Вы тоже делаете профилактику оголения шеек, зубов. Вы тоже улучшаете свою походку и осанку через то, что ткани, кости становятся более плотными. Классно. И еще органическая форма кальция, которая накапливается вместе с кремнием в некоторых растениях. Это кожа, волосы, ногти. Здесь есть черные водоросли. Здесь хвощ полевой. Шалфей и розмарин листья. Это тоже к коллоидам относится. Итак, у нас с вами есть коллоидные формы кальция. Прекрасно. И у нас с вами есть хилатные формы кальция. Как будем использовать? Кальций и магний хилат выпили по 2 раза, закончился. Переходим на остеополюс по 2 раза, выпили, закончился. Переходим на бонси, выпили по 2 раза, закончился. И завершаем это все дело комплексом кожи, волосы, ногти. Закончилось. Что делаем? Возвращаемся к остеополюсу или кальций и магний хилат. Почему нужно постоянно использовать кальций? Потому что в обычных продуктах питания, он содержится в хороших дозировках. Но надо полкилограмма капусты сегодня съесть, чтобы взять суточную норму кальция. Нужно 200 грамм рыбной консервы съесть, чтобы взять суточную норму кальция. Понимаете? Ну, про молочные продукты я уже говорила. Я пробовала использовать диету, когда я забеременела ульяшкой. Я пробовала сидеть прям на диете, которая дает мне, беременной женщине, суточную норму кальция. Я выдержала одну неделю. Это достаточно сложно, это достаточно однообразные продукты. Но я понимала, что моему ребенку, внутриутробному, нужен не только кальций. Нужно все, все витамины, все минералы. Почему кальций мы используем отдельно, а витаминный комплекс отдельно? Ну, в смысле, комбинируем. Потому что в витаминный комплекс легко положить суточные профилактические дозировки всех витаминов и всех минералов. Легко. Замечательно. А кальций – это минерал, который нужен в дозе грамм. Его много нужно. Поэтому мы его в ладошку свою красоты дополнительно докладываем. Ну, может быть, за исключением Остааплюса, потому что это такой вот уникальный и витаминный, и кальцийосодержащий продукт. Если используете Остааплюс, тогда можно не комбинировать с поливитаминным комплексом. Друзья, я вам желаю прочных-прочных костей, красивой улыбки. Если у вас кости красиво сконструированы, боже, это красота на внутриклеточном, на межклеточном уровне, микроархитектоника костной ткани, то это видно по вам. Видно по вашей осанке, походке, по красоте ваших движений. Будьте красивым человеком. Продолжение следует...